МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Населенные пункты, которые с кровью и боями освобождают украинские вооруженные силы, должны немедленно получить местную власть. Если выбили террористов, если взяли власть, то проблема заключается не только в том, чтобы поднять украинский флаг, хотя это чрезвычайно важно, но и защитить его, государство, людей. Села АТО освободили от террористов еще четыре населенных пункта в Луганской области. Металист, Александровск, Белая и Роскошная. В связи с успешными наступательными действиями украинских военных в районе Донецка часть наемников пытается покинуть город. Они переодеваются в гражданскую одежду и отбирают автомобиль у местных жителей. Ситуация на востоке страны остается напряженной, сообщает прислужба Министерства обороны. В Донецке, Луганске, Лисичанске, Северодонецке и Антраците боевики намерены использовать захваченные государственные административные здания, как опорные пункты. В городах заблокированы центральные государственные телевизионные и радиоканалы, но транслируются российские, отмечают в Минобороне. Непростой остается ситуация на украинской границе в зоне АТО. За последние сутки наши военные зафиксировали перемещение российских подразделений военной техники напротив сумского и луганского пограничных отрядов. Об этом сообщают в Госпогранслужбе. Российские наемники продолжат попытки передислокации на территории Украины автомобильной и бронетанковой техники. Не прекращаются и обстрелы мест дислокации украинских погранподразделений. В частности, сегодня около половины пятого утра террористы из минометов открыли огонь по позициям наших солдат на участке отдела погранслужбы Дьякова в Луганской области. Пострадавших нет. В СНБО не подтверждают информацию о завтрашнем масштабном вводе российского спецназа в Украину. Тем не менее, ситуация на востоке страны остается напряженной. Ежедневно из зоны проведения АТО выезжает больше тысячи человек. Общее количество временных переселенцев уже превышает 40 с половиной тысяч граждан. В Харцизке и Донецкой области на сегодняшний день боевики заминировали все мосты. На участках границы ведутся бои. События последних дней свидетельствуют, что российская сторона взяла курс на эскалацию конфликта на Донбассе. За прошедшую неделю существенно увеличилось количество провокаций на украинско-российской границе. Боевики систематически открывают огонь по российской территории из минометов, стрелкового оружия, в результате чего погиб гражданин федерации. Российская сторона пытается представить эти обстрелы как действия украинских военных. Но эти обвинения абсолютно беспочвены. В Славянске в течение недели обнаружили 2600 взрывоопасных предметов, сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям. Пиротехники будут работать на территории города до тех пор, пока не выявят все устройства, применение которых может привести к гибели людей, отмечают в пресс-службе ведомства. И уже к осени в Украине может быть около 400 тысяч внутренних переселенцев, заявляют психологи. Для реабилитации граждан государству нужно разработать специальные программы для жителей Донбасса. В них необходимо учесть социально-психологические особенности региона и их жителей. И ни в коем случае не расселять их хаотично по всей территории страны, отмечают эксперты. Такое количество создает дополнительный социальный конфликт. Я уже видел такие разработки лично и слышал о них неоднократно от специалистов тоже. Нужно создавать отдельные модульные городки, возможно, при населенных пунктах, с подключением, коммуникацией, инфраструктурой, но их нельзя растворять в семьях и в наших городах и городках, потому что социальные конфликты будут усиливаться. Украина единая и это в очередной раз подтверждают сами украинцы. Они поддерживают жителей восточных областей страны. Во всех регионах собирают гуманитарную помощь и отправляют ее в города, которые освобождают наши военные. Как встречают помощь на Донбассе, видели наши корреспонденты. Славянск, Краматорск, Артемовка, Николаевка. Города, которые последние три месяца были эпицентрами сепаратизма, теперь с облегчением и приветствиями слава Украине встречают представителей центральной власти. Из столицы к ним едут не с пустыми руками. В первые минуты, в первые часы было дано поручение, чтобы сюда пошли караваны с гуманитарной помощью и были отправлены ремонтные бригады. В первый же день украинские фермеры собрали для жителей освобожденных городов 5 тонн продовольствия и абсолютно бесплатно передали его на Донбасс. В Восточной и Центральной области Украины активно участвуют в том, чтобы бесплатно предоставлять продукты питания до нормализации систем жизнеобеспечения и работы торговых сетей, чтобы люди могли спокойно, самостоятельно покупать продукты питания. Гуманитарная помощь приходит каждый день. Это мука, сахар, крупы, макаронные, мясные и хлебобулочные изделия, рыба, масло, картофель и овощи. Спасибо большое. Постепенно в городах возобновляют энерго- и водоснабжение. Заработало и госказначейство. Людям начали выплачивать пенсии и соцвыплаты. За время деятельности террористов накопилась немалая сумма – 251 миллион гривен. Мы возобновили выплату и пенсии, и социальных выплат. Славянский, Краматорск уже полностью профинансированы. В городе мы сейчас работаем со счетбанком и с Укрпочтой. Совершаем доставку всех этих пенсионных выплат. Вопросы инфраструктуры тоже решают весьма оперативно. Ведь в городах надо восстанавливать жилые дома, здания и дороги. Это делать придется за счет госбюджета. Деньками обещает помочь и Европа. По результатам международных переговоров президента Украины финансовую помощь в размере 2,3 миллионов евро для возобновления инфраструктуры Славянска и Краматорска предоставит Германия. К восстановлению своих родных городов призывают и мирных граждан, временно выехавших в другие регионы. В правительстве говорят, работая вместе, все отстроят намного проще и быстрее. Повертайтесь назад. Повертайтесь в свои места. Возвращайтесь назад. Возвращайтесь в свои города. Центральная власть всем, чем нужно, помогает. И делает все, что может, несмотря на неимоверные трудности в стране. Мы сейчас находим ресурс для того, чтобы помогать Донбассу. Возвращайтесь в свои родные дома. Становитесь вместе и будем отстраивать после террористов Луганск и Донецк. После террористов Луганск и Донецк. Анна Каменева, Эмилия Денежна, БТБ. Украинская экономика продемонстрирует ощутимый рост в 2016 и 2017 годах. Такие данные публиковала Стендартенпурс. Международное рейтинговое агентство прогнозирует на 2015 год нулевой рост ВВП. Трехпроцентные в 2016 и четырехпроцентные в 2017. Также в своем отчете Стендартенпурс улучшила прогноз по рейтингу Украины с негативного до стабильного. И подтвердила долгосрочные и краткосрочные рейтинги страны в иностранной валюте. И в конце выпуска о погоде. Ливни в Украине скоро прекратятся, уверен глава Укргидрометцентра Николай Кульбеда. Впрочем, сегодня и завтра еще возможны кратковременные дожди, сильные порывы ветра и даже град. Но уже с 16 июля количество осадков сократится, а температура воздуха повысится до 32 градусов во всех регионах, кроме западных. В южных областях термометры покажут 36 градусов выше нуля. Однако уже в конце недели на большей части территории Украины похолодает. В течение 19-21 июля можно ожидать возвращения кратковременных дождей, ну и за счет облачности некоторое снижение максимальной дневной температуры воздуха на 3-5 градусов. Ну это вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова